МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом случае транспортные компании будут получать оплату только за качественное выполнение рейса, а не как сейчас, из рук в руки от пассажиров. Сегодня губернатор края Виктор Толоконский в эксклюзивном интервью новостям ТВК конкретизировал свое видение обновленной маршрутной сети города. Напомню, на этой неделе глава региона дал распоряжение мэрии разработать новый подход к организации перевозок. Речь шла и о сокращении протяженности и количестве маршрутов. Виктор Толоконский пояснил, нужно не сокращать ради сокращения, а менять подход к работе, где главным критерием качества перевозок пассажиров должно стать четкое соблюдение графика. Вот что он сказал. Не должны автобусы друг за другом гоняться, обгонять, гоняться за пассажиром. Они должны жестко выполнять свой график, тогда будет всем удобно, люди к этому привыкнут. Будут современные электронные информационные возможности, что каждый человек будет знать, когда его маршрут подойдет. Второе. Важно, чтобы не было таких маршрутов, которые серьезно осложняют движение в каких-то наиболее узких местах. У нас получается, что когда сами транспортники выбирают маршруты, они все стремятся проехать по двум-трем центральным улицам, чтобы не столько выполнить маршрут, сколько подобрать случайных пассажиров, которые две-три остановки, но даст еще какую-то выручку. Третье. Чтобы не было людям накладно от того, что нужно, может быть, где-то в пересадочных центрах пересесть, должны быть проездные карты, проездные документы, которые не поездку оплачивают, а действуют в какое-то время. Вот есть у меня там полтора-два часа. И независимо от того, сколько я сделал пересадок, сколько я сделал поездок, у меня стабильная оплата в это время, чтобы мне приехать на работу, ехать с работы было удобно. Ну, теперь стало понятно, чего хотят добиться власти. Сообщение уже приходит по поводу пассажирских перевозок. Очень грязно в салонах автобусов. Сегодня ехал на 79 и 2. Можно задохнуться от грязи и пыли. Или еще одно. В автобусе номер 7 еле втискиваемся. Неужели нет средств купить два автобуса? За проезд, налоги и прочее. Сколько в казну падает? А мы на одной ноге в салоне трясемся, пихая друг друга. Срочно добавьте автобусы, пишут наши телезрители. И у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем ваше мнение. Это Татьяна. Я хотела бы высказать свое мнение по поводу обслуживания как раз транспортного микрорайона Пашины. У нас микрорайон сейчас очень природжелым фондом. Белые росы, Полтавский добавился, значит, Утиный плес. А количество автобусов, которые выходят на маршруты у нас, ну, в том же количестве, как и раньше было. И в автобусах очень тесно. Хоть в часы пик, хоть днем едешь. Хотелось бы, чтобы добавили нам количество автобусов хотя бы на 31 маршруте и на 95. На вот этих двух основных маршрутах. Второе еще. Количество маршрутов, которые идут с Пашиного, 10 лет назад как были определены, так они сейчас остались в таком же количестве. И мы не можем без пересадки доехать ни до БСМП, ни до Витлужанки. У нас тут несколько общежитий студенческих. Ни один автобус по Майорчика не идет. И по-свободному. Очень тяжело добираться в эти районы города. И последнее. Люди, кто отвечают в департаменте транспорта за работу, транспорта общественного, хотелось бы, чтобы они следили и за работой транспорта в том плане, как исполняется режим работы. Микрорайон Пашины в основном это спальный микрорайон. И уже после 8 вечера трудно нам добраться к себе. Татьяна, скажите, пожалуйста, а если вот сейчас власти города и края перейдут к этапу модернизации этой схемы, будут проводить некие общественные обсуждения, вы готовы прийти и обсуждать, каким должен быть транспорт в вашем микрорайоне? Конечно, готовы. Ждем приглашения и ждем объявлений, чтобы можно было подключиться к решению этой проблемы. Спасибо большое, Татьяна. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Татьяна, за то, что смотрите наши новости, за то, что позвонили нам по телефону 265-45-00. Напомню еще раз, что мы ждем ваших телефонных звонков и ждем ваших мнений на наш смс-сервис 9020. Начали ТВК, пробелы, далее ваш текст. Ну и продолжаем дорожную тему. Теперь на улице Кирова вообще нельзя парковать автомобиль. Вместо того, чтобы объяснить населению, почему здесь установили один знак, власти решили поставить еще один. И теперь и с одной, и с другой стороны парковка запрещена без предупреждения со стороны властей. Как обычно, уже без объяснений. Просто установили и все. Я напомню, что на этой неделе активист отделения Федерации автовладельцев России Егор Фролов, основываясь на документах, в которых говорилось, что власти города не знают, откуда появился первый знак по правой стороне улицы Кирова, снял его самостоятельно. Теперь его ждет штраф в 5000 рублей. А с сегодняшней установкой нового знака по левую сторону власти, судя по всему, в очередной раз доказали, что не идут на диалог с населением, а принимают решения по собственному разумению. Получить комментарии представителей департамента городского хозяйства, которые отвечают за установку новых дорожных знаков, сегодня новостям ТВК не удалось, но мы будем следить за этой темой. Еще информация для водителей. В понедельник перекроют одну полосу движения на улице Сверловская. Это крайняя правая полоса при движении в центр города. Протяженность участка 250 метров. Там будут делать ливневую канализацию. Работы проводятся в рамках строительства 4-го моста. Дорогу перекроют в 10 утра 16 марта и уберут ограждение только вечером, 1 апреля. Так что учитывайте эту информацию. Понятно, что поехать по другой дороге там невозможно, но, судя по всему, нужно будет выезжать заранее. Без заторов в этом участке точно не обойдется. К тому же автолюбителям нужно быть очень аккуратными. И сегодня на дорогах ближе к вечеру ожидается сильный гололед. За ночь город накрылась снегом, будто снова пришла зима. Днем он начал потаивать, а вот вечером снежная каша замерзла. Кстати, по прогнозам снег будет идти и завтра. Днем обещают около нуля, ночью минус 8. Примерно такая же погода ждает красноярцев и на следующей неделе. Днем от минус 4 до плюс 3. И каждый день возможны осадки. Ну а подробный прогноз погоды на завтра в финале нашего выпуска. Так что не пропустите. Ну а сейчас к другим темам. Три года условно за побои. Полицейские доказали вину красноярца, который сбил посетителя магазина «Мандарин». Напомню, конфликт произошел в ноябре прошлого года. Один из покупателей супермаркета накинулся настоящего в очереди мужчину. Завязалась потасовка. Уже позже злоумышленник скрылся. Со множественными переломами пострадавшего доставили в больницу. По его словам, он не знал нападавшего. И тот набросился на него без объяснения причин. Ебашира вскоре задержали. Ем оказался 21-летний ранее судимый красноярец. На него было заведено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Накануне суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно. Так как нападавший был пьян и не отдавал отчета своим действиям. Еще вопросы, которые приходят на наш СМС-сервис. Подскажите, как оплатить за капитальный ремонт. Нигде не берут оплату. Если речь идет про спецсчет, который, возможно, открыт у вашего дома. Если вы, например, обслуживаетесь в городской управляющей компании «Жилфонд», на сайте «Жилфонда» есть вся необходимая информация. Указано, где можно оплатить с комиссией, где можно оплатить без комиссии. Если у вас ТСЖ, уточните, пожалуйста, ваш вопрос с помощью нашего СМС-сервиса. Мы попытаемся ответить. Ну и сейчас, кстати, тоже про управляющей компании. Все законно. Такой ответ на запрос новостей ТВК дала управляющая компания «Комфорт.Про». Именно она давала разрешение на установку павильона по адресу Павлова, 49А. Напомню, новости ТВК уже рассказывали о том, что во дворе установили павильон. При этом, уверяют люди, согласия они не давали. К тому же территория, где возвели временное сооружение, муниципальное, говорили жильцы соседних домов. Эту информацию мы уточнили у департамента градостроительства. Там сообщили, что это все-таки придомовая территория, и по документам управляющая компания имела право распорядиться ей, учитывая мнение жильцов дома. Но действительно ли было учтено мнение красноярцев в этом опросе, сейчас разобраться сложно. Управляющая компания не называет конкретную цифру, сколько людей от общего числа жильцов проголосовали за установку павильона. Если запросят эти документы, они будут уже смотреть, как проходило голосование, достаточно голосов или нет. На сегодняшний день по проценту голосов от площади данного дома 67-85. Ну а называть примерно сколько участвовало людей в голосовании вы можете? Нет, я не пересчитывала. В полиции нам сообщили, что проверили документ на основку павильона, у этой управляющей компании и не имеет претензий. Но заявление о законности павильона не единственное, которое поддавали красноярцы. Напомню, по сообщениям людей, владельцы павильона угрожали и испортили автомобиль, когда жители дома сразу не убрали автомобиль с арендованного места. Как нам пояснили в правоохранительных органах, проверка по действиям владельцев павильона еще не закончена. Завершится она в течение 10 дней с момента подачи. Тем временем постаравшие красноярцы решили написать еще одно заявление, теперь в прокуратуру. Новости ТВК будут следить, чем закончится эта история. Ну а вы продолжаете обсуждать изменения маршрутной схемы, которая, судя по всему, грозит Красноярску. Много сообщений по этому поводу. Например, верните тройку в Академ, пишут наши телезрители. Но судя по тому подходу, который есть сейчас, возможно, из Академа что-то будет ездить, но, судя по всему, придется пересаживаться. Будут некие пересадочные пункты, в которых можно будет сесть в другой автобус, при этом дополнительно не платить. Но протяженность маршрута, и это, судя по всему, позиция, с которой власти уже не сойдут, должны быть меньше. Таким образом и контролировать их можно будет лучше. Еще сообщения, правда, по теме, которую мы сегодня пока не обсуждали, но мы ждем и таких звонков. Доброй ночи, с 20.00. Вчера сидели в Солонцах без света, а до диспетчерской дозвониться не могли. То заняты, то просто трубку не берут. Когда наведут порядок в обслуживании красноярцев и жителей ближайших поселков? Резонный вопрос. Но в этой ситуации нужно помнить, что все мы с вами платим, и тем самым компаниям за обслуживание должны и можем требовать качественного обслуживания. Либо еще сообщение. Что случилось с дорожными знаками по дороге в Емельяново, в Красноярск? Все испачканы. Особенно в ночное время не видно, пишут зрители. У нас, кстати, есть телефонный звонок по поводу другого знака в Красноярске уже. Добрый вечер. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем ваше мнение. По поводу знака Макирова, который установили буквально на днях, остановка запрещена. Дело в том, что стоял знак по правой стороне, вчера появился знак, в том числе и по левой стороне. Ну, у меня как автомобилиста мнение такое. То есть центр у нас достаточно загружен автомобилями, то есть парковаться там практически нереально, и тут целый участок улицы вообще исключили из возможности парковки. Ну, это неправильно. Скажите, а мне же не изменяет память? Вы наверняка тоже помните, что власти говорили, что на центральных магистралях парковаться будет нельзя, а на примыкающих улицах как раз будет можно. Где логика тогда? Ну, я не знаю, где логика. Это уже спрашивает администрация. Видите, администрация сегодня молчит, а до этого сказали, что знак был в схеме. Ну, спасибо большое за ваше мнение, за то, что позвонили, за то, что также замечаете те изменения в дорожном движении в городе, о которых мы рассказываем. Спасибо за ваш звонок. Еще сообщение по поводу автобуса. В автобусе 91 маршрута водители курят, на замечания не реагируют. В этом смысле, если это происходит постоянно, записывайте номер автомобиля, госномер, звоните в департамент транспорта, сообщайте этот номер, на какой основке это происходило, и их накажут, если найдут подтверждение, что в тот момент, о котором вы сообщаете, действительно автобус находился там. Или еще мнение. Движение по графику – это хорошо, а как же быть с пробками на дорогах? Ну, судя по всему, если все-таки маршруты будут короче, пробки будут оказывать меньшее влияние, чем сейчас. Поэтому будем надеяться, что все получится. Но, видимо, какую-то задержку на пробки тоже нужно будет делать. Езжу по разным маршрутам, хуже 78-го нет, пишут наши зрители. Еще сообщение. 98-й маршрут часто проезжает остановку краевая больница в 20-20 в сторону Пашиного. Интервал большой, автобусы маленький, проблема добраться с работы домой. Если тоже это происходит постоянно, записывайте госномер, звоните нам, звоните в департамент транспорта. Они обещают, что они наказывают подобных автовладельцев. Что ж, мы сейчас прервемся на короткий блок рекламы, а после вернемся в эту студию. Пока звоните по телефону 265-45-00 и отправляйте смс-сообщение на номер 90-20 на челе ТВК, пробелы, далее ваш текст. После рекламы расскажем про льготную ипотеку под 13% и новом повороте в памятнике Александру Лебедю. Не переключайтесь. Это новости ТВК в Сывод. Мы продолжаем работать для вас в прямом эфире еще сообщения. Раз хотят сократить расстояние маршрутов, то и цену за билет надо уменьшить. Не поверите, но перевозчики заявили, что в случае сокращения протяженности маршрутов они на это готовы. Более того, как сегодня пояснил губернатор, в случае пересадки с одного автобуса на другой, во втором вам не придется платить в течение того времени, например, в течение полутора часов. Это пока примерная цифра, но какие-то детали могут стать известны в ближайшее время. Есть у нас телефонный звонок. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы сказать следующее мнение. Значит, я очень долго работал в свое время в транспорте. То есть начинал и в советское время, еще в 89-м, 88-м годах, работал на пассажирском транспорте, на регулярных рейсах автобусов, и уже в 2000-х годах. Хочу сказать следующее, что складывается такое впечатление, вот и абсолютно губернатор прав, что департамент транспорта и гортранспорта абсолютно не контролируют работу пассажирского транспорта. Я вот сейчас работаю на такси, я вот наблюдаю реально, как автобусы, водители автобуса, если автобусы едят по Марсе, в случае пробки, начинают объезжать эти пробки по Урицкову, там улицы узенькие, встают еще больше, они создают реально. Вот если бы по-нормальному, там есть ГЛОНАСС, установлен несколько лет назад, в Ухоле огромное количество денежных средств. Этот ГЛОНАСС фактически мертворожденный. Алло? Да-да-да, мы вас слушаем, конечно. Вот, мертворожденный. Фактически должно быть, чтобы диспетчер гортранспорта реально наблюдал за каждым автобусом. Кто отменил маршрут, кто сократил расстояние за впереди идущим, кто наоборот оттянулся. Вот диспетчер должен реально руководить этим транспортом. Извините, пожалуйста, что перебиваю, а по вашему мнению, почему сейчас это не происходит? Нет желания или нет возможности? Возможности есть. Нет желания работать в департаменту транспорта и гортранспорта. Спасибо большое. Реально нету. Спасибо большое за ваш звонок. Спасибо, что смотрите новости этого ИКС, что обсуждаете вместе с нами новости, которые определяют нашу каждодневную жизнь. Еще вопрос, когда перестанут автобусы играть в догоняшки, надоело ездить и думать, доедешь или нет, пишут наши телезрители. Это вечные проблемы, которые бывали и остаются в Красноярске. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Я хочу сказать, что наш город транспорт доиграется. Людям будет проще. Сложится на такси уехать, допустим, с верхней базарки до гор университета. Будет дешевле уехать на такси, служатся, там 4 человека вмещаются. И обратно, чем-то с этими пересадками кататься по всему городу. Спасибо большое за ваше мнение, за то, что позвонили. Но давайте пока не будем делать преждевременных выводов по то, что сколько нам придется платить в случае пересадки. Я еще раз напомню, что есть идея, что если в течение полутора часов вы пересаживаетесь на другой автобус, вы за него, за второй не платите. Вы платите за время, которое вы проводите в транспорте. Как это будет работать, увидим. Завтра эту тему обсудим в воскресных новостях. Напомню, что сегодня мы подводим народные итоги и ждем ваших звонков в прямом эфире. А уже завтра традиционные воскресные новости. Аналитика, мнение экспертов, как всегда, свободно, без цензуры. Короткий анонс. Три дня губернатора Сахалина в Красноярске. Александр Хорошавин накануне ареста успел потратить 15 миллионов рублей. Дорогой автомобиль девушки? Элитный алкоголь? Дорогие украшения? Или лучший гостиничный номер? Все ответы в это воскресенье в 20.00. Воскресные новости. Свободно, без цензуры. Прямо сейчас, как и обещали, переходим к теме жилья. Вот такую ведомственную квартиру, сейчас вы увидите ее на своих экранах. Вот она. Дали санитарке городского муниципального учреждения. Женщина, у которой на Иждивине находится трое детей, неходячая мать-инвалид, просила помощи у губернатора. Глава региона дал распоряжение местным властям выделить нуждающейся семье жилплощадь. Подчиненные выполнили поручение, но, как всегда, судя по всему, для отвода в глаз. Сегодня многодетная мать приехала посмотреть выделенную жилплощадь по адресу Глинки 11А и растерялась от увиденного. Выключатель при зажигании света заискрился, розетки оплавлены, обои оторваны на кухне размером в один квадратный метр отваливается плитка. От прошлых жильцов в квартире остался самодельный стол с банкой окурков и пустой бутылкой из подводки. В ванной провалился унитаз, вода в раковине не выключается, в стене дыра вместо вентиляции. Так выглядит в Красноярске ведомственное жилье. Соседи рассказывают, в этой 20-метровой комнате жили мигранты, у нее якобы есть хозяйка и как вдруг чья-то частная жилплощадь стала муниципальной, непонятно. Вот что говорят жильцы. Кирпич-то старый, ему кирпичу 60 лет, он не держится, он цепится. Мойку нельзя подцепить, потому что кирпич не цепляется, он просто цепится. И посмотрите, на 8 семей один унитаз. Процент по ипотеке ограничит государство. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. С 1 марта этого года и до 1 марта 2016 ипотеку будут выдавать под 13% годовых, но только для тех, кто захочет купить жилье на первичном рынке. Сейчас некоторые банки приостановили ипотечные программы или установили ставки в 20% годовых, что даже для так называемого среднего класса неподъемная ноша. Доступная ипотека стала недоступной из-за сложной экономической ситуации, посчитали в правительстве. Там же считают, если спрос на жилье будет расти, таким образом будет оказана господдержка из строительной отрасли, а государство намерено финансово поддерживать банки, которые начнут выдавать ипотеку по сниженной ставке. Как только это произойдет в Красноярске, сразу сообщим. Но еще к одной обсуждаемой теме этой недели Министерство обороны не имеет отношения к установке памятника бывшему губернатору, края генералу Лебедю. Об этом новостям ТВК сегодня рассказали в Центральном военном округе. Напомню, тема с памятником генералу вызвала много споров. У красноярцев никто не спросил, а хотят ли они видеть такой монумент в городе, и кто согласовывал с установкой, тоже не ясно. Как нам пояснили, Министерство обороны может дать разрешение на установку памятников только на земле, которая принадлежит министерству, а в Красноярской территории муниципальная. Памятник расположится возле сборного пункта военного комиссариата края рядом с ЖД вокзалом. И министерство просто помогло дополнить экспозицию военной техникой. Это не наша компетенция давать разрешение. Памятник устанавливается вашими региональными деятелями. А мы просто по их просьбе дополнили экспозицию образцами военной техники. Вот и все. Мы такую просьбу поступили, получили, и в весе, все за и против решили ее удовлетворить. Я не знаю, кто давал разрешение. Мы инициативной группе выделили технику. Все. На следующей неделе в новостях ТВК смотрите продолжение истории с памятником генерал-губернатору Александру Лебедю. Мы надеемся все же узнать, кто принял решение и выдал разрешение на установку спорного монумента. Я напомню, что по субботам мы не даем расслабляться и тем учреждениям, где была проверка новостей ТВК. Юлия Мавшевич возвращается по старым адресам и смотрит, что изменилось в гособслуживании для населения. Сегодня перепроверяем поликлинику номер два на Керенского, где сотрудники курят на крыльце больницы, пока пациенты сидят часами у врачебных кабинетов. Ну что, начинаем нашу перепроверку с обзыва на регистратуры поликлиники номер два на Керенского. Ладно, ждем до сорока пяти минут. Ну, если пошли гудки, это еще ничего не значит. Терапевту когда можно в ближайшее время записаться? Адрес? Копылова, 40. Копылова, 40. Нам не относят в ТЖД район. Обращайтесь туда. Оставшись неудовлетворенными телефонным разговором с человеком из регистратуры, идем с перепроверкой в поликлинику на Керенского. Здесь мы были в сентябре. По сравнению с платными поликлиниками, то, как к тебе относятся в платных поликлиниках, здесь, конечно, к тебе относятся как будто бы ты не человек. А здесь сидят уже в регистратуре, это самое, рассказывают, как с грязью. Вы пациент? Ну, я думаю, что вам как минимум следует отсюда отойти. Но вы тогда не курите. Ну, не буду, хорошо. Тогда, вот, давайте, не будем нарушать законы. Ой, так вот она, ваша прекрасная медицинская сотрудница, которая курила на крыльце. Вот 240. В смысле? Куда без... Подождите. Я пациент, это 240 давлений, девушка чуть-чуть попросит. Почему вы нам врали-то? Вот это ваша сотрудница курила на крыльце. Это вот это курила на крыльце? Вот это сотрудница курила на крыльце. Кто у нас курил сегодня? Все с приказом ознакомлены, значит, будет административное взыскание по этому поводу. Тон моего голоса строгий и деловой. Вот вы бы пришли бы в банк, а там написано тон моего голоса строгий и деловой. Делаться нормально. Мне вообще не очень приятно с вами разговаривать. В смысле? Вернитесь, тут и так работать некому. Если бы я была бы руководителем, я как минимум бы вот это убрала. Потому что я подхожу и я читаю эту надпись, и я сразу же понимаю, что сейчас ничего хорошего я человека не услышу. А я пришла сюда за помощью, за врачебной помощью. Нет? Давайте сорвем эту бумажку. Посмотрим, сколько мы будем времени вставать только в одной очереди в регистратуру. К хирургу регистратура не записывая. Нужно попасть к терапевту. И только терапевт дает направление к хирургу. Я только попаду к эндокринологу только через месяц. Хотя у меня и анализы на руках. Ровно 30 минут мы уже стоим только к окну регистратуры, чтобы узнать, когда мы можем записаться к тому или иному врачу. Число вам надо сказать, да? 18 число. 18 марта, да? Ага. Это получается через день в день. Народу претерплено к поликлинику. Очень много терапевтов не хватает. Такая здоровая поликлиника, всего лишь один кабинет неотложной помощи. Это вот-вот все? Все в четвертой? Ох, боюсь, Виталия, с тобой сегодня мы неотложной помощи не получим. Сколько ждете неотложной помощи? С полдесятого. А времени сейчас сколько? Полдвенадцатого. А туда и всех, и больничных, и неотложных. Да, всех один кабинет. Видите, какая беда? Мне кажется, люди, которые приходят сюда с легочными заболеваниями, им вот это вообще противопоказано. Как часто у вас вообще генеральную уборку делают ваши поликлиники? Только в поликлинике номер два туалет называется не туалет, а уалет. Видимо, там настолько все улетно по-прежнему остается. мы видим сушилку, мы видим здесь мыло, которое не ворует пациента, как это нам доказывали в прошлый раз. Здесь нашли способ, как прикрутить туалетную бумагу, чтобы ее не воровали. Пациенты здесь метят куда ни попадя. Тоже пациентам минус. А руководство молодец, исправилось, повесили здесь всякие средства гигиены. Мне кажется, что в поликлинике Накеренского срочно нужна генеральная уборка. Если чистку помещений здесь произойдут уже 13 марта, то кадровая чистка нужна еще быстрее. На личном примере мы сегодня столкнулись с обманом медперсонала, который выдавал себя за пациентов и с высокомерием людей в регистратуре. По этим причинам поликлиника Накеренского не проходит проверку новостей ТВК, а я напомню, что от нашей проверки никто не уйдет. Юлия Мавшевич, Виталий Суботин, Новости ТВК. Спонсер прогноза погоды в городах нашего края Эконом мебель Экономти на цене Не экономи на качестве Субтитры создавал DimaTorzok Прогноз погоды в нашем городе представляет сеть магазинов «Любимая обувь». Участвуй в нашем конкурсе в сети Инстаграм и получи сертификат на 3000 рублей в подарок. В Красноярске днем около нуля, ночью минус 8, небольшой снег, ветер юго-западный 24 метра в секунду, давление 736 миллиметров ртутного столба. Продолжаем к некоторым вашим СМС-сообщениям, прежде чем менять, что в маршрутах нужно для начала научить кондукторов общаться с людьми. Общаются непонятно как, грубят. Либо еще, невозможно до вас дозвониться. Как всегда, возмущает равнодушие людей в супермаркете, когда избивал человек. Откуда в нас такое равнодушие, спрашивает наш телезритель. И у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Меня зовут Мария. И я хотела как раз по этому поводу тоже высказаться. Знаете, смотрела сюжет уже как бы раньше на других телеканалах вот об этом случае. Именно возмущает людское равнодушие. Я даже буквально вчера на одном из телеканалов видела сюжет. И там, видимо, магазинная камера засняла, когда молодой человек один вроде там порывался отогнать этого пьяного дебошира. А другой друг его хватает и к выходу. Ну вот с таким этим, что вроде пошли, пошли. То есть, понимаете, почему люди не задумываются, что вот сегодня равнодушие вы проявили вот к этому человеку. А завтра такое же равнодушие проявят к вам, когда будет вас избивать или вас, их родственников, там, детей, родителей. Вот и почему-то, когда случается вот несчастье, допустим, например, с кем-то из близких, да, слышишь часто фразу, ах, какие все такие вот нехорошие, да. А вот может, прежде чем осуждать других, нужно на себя вообще сначала посмотреть, а какие мы... Спасибо большое за ваше мнение, за то, что не остаетесь равнодушными к тому, что происходит в Красноярске, к тем событиям и людям, которые определяют нашу с вами жизнь. Спасибо за ваш звонок. Еще раз, я напомню, наш телефон 265-45-00. Прямо сейчас, традиционный по субботам, по субботам рубрика Дунаев Сити с красивой, полезной информацией. Смотрим.